Культ поход Культ поход Природа в городе — это такой совместный ребёнок всех активистов, и начался он как раз с проекта «30 скверов», которым, в принципе, у нас занимается и руководит Светлана Кейкина. Появился он первый раз в том году, то есть в том году мы собирались на День эколога, 5-го числа, на вот такой уличный фестиваль природы в городе. Как раз он был сделан для того, чтобы привлечь внимание к скверам. Да, мы делаем скверы, да, общественниками, либо администрация делает, но так часто бывает, что не все скверы используются, да, даже те, которые уже сделаны, либо используются как-то не так. А давай мне напомню, 300 скверов, тем, кто, может быть, прослушал и не знает, это проект по... Проект по тому, что каждый житель города может взять какую-то определённую территорию, то есть вся территория в городе определена на зоны, есть зоны отдыха, зоны отдыхов и скверов. Оказалось, что у нас порядка 30 таких пустых зон. Это может быть какой-то небольшой парк рядом с домом, совсем небольшой скверик. И, в принципе, прийдевшись к руководителю, к Свете Кикиной, можно, так скажем, и на администрацию выйти и договориться о том, чтобы организовать рядом со своим домом какое-то приятное место, ну, типа парка или сквера. Угу, здорово. Так, извини, вот перебила тебя, давай вернёмся к фестивалю природы в городе. Да, и получается, что этот фестиваль для того, чтобы наполнить жизнью скверы, то есть мало сделать пирс, мало поставить скамейку, мало, не знаю, там, посадить дерево, нужно, чтобы этот сквер ожил, чтобы в нём появилась какая-то жизнь. И вот благодаря тому, что к нам в команду влилась Настя Печёнкина, это арт-комьюнити «Ветер». Настя подойдёт чуть позже. Да, тоже про свою часть, наверное, более подробно расскажет, но это человек, который как раз и наполняет жизнью эти скверы. Она придумывает активности, мастер-классы какие-то, поёт сама замечательно, организует другие группы. И вот у нас в рамках этого фестиваля ей большое количество движух организовано. Да, там есть и концерты, и мастер-классы, ещё какие-то. Но вот как раз Настя, когда подойдёт, мы попросим её поподробнее рассказать. Расскажи, пожалуйста, про свой день. У меня словно так твой день выделен, это 4 июня, то есть завтра у тебя там экскурсия, пленэр, фотосессия. Давай мы расскажем подробно, во сколько что начинается, что будет происходить, кто может прийти. И возрастное ограничение, мы всегда говорим про него. Ограничение 0+, потому что особо там всё будет мило и... Пушисто. Пушисто, да, всё верно. Получается, что это территория Ежовского озера, куратором которого я являюсь. И, собственно, так как я художник-экскурсовод, от себя было предложено сделать экскурсию по Ежовскому озеру. Это большой комплекс, про который можно рассказывать, ну, если не часами, то, по крайней мере, большим количеством времени, например, там в час, часовая экскурсия точно будет нам обеспечена. Мы встречаемся у Кикиморской горы, это ориентировочно у Ридского 42. Оттуда мы будем спускаться к родникам. Это вот где там с горок зимой катаются, да? Да, да, да. Там мы собираемся, спускаемся и путешествуем по такому оазису в центре города, потому что рядом у нас все доступные блага, большой шумный город, а вот здесь, чуть-чуть спустившись к Кикиморской горы, мы видим как раз природу. А то есть вы пойдёте прямо вот там такая как бы набережная или что-то такое небольшое? Да, вдоль вот этого озера по насыпи мы проследуем прямо до улицы Пристонской. И помимо того, что мы услышим что-то про природные истории, про большое количество птиц, которыми каждый раз восхищаюсь, мы услышим немножко от меня про купеческую историю, про то, как они работали в своё время, как здорово всё было устроено, и про железную дорогу, которая первая там появилась, и, собственно, про пароходство. А ты рассказывал, когда приходила на одну из предыдущих программ, что там мост какой-то сохранился, да? Нет, от моста сохранились только опоры. Опоры, да. И на них были то ли щуки, ты рассказывала, то ли что-то. Вот, щуки остались, то есть они присутствуют. Вот как раз, когда у нас был вот этот этап половодия, когда максимально водичка поднималась, вот пузики как раз у щук задевали воду. А сейчас они немножко в воздухе висят. Вот, с мостом, я думаю, что в этом году будет уже точно решено. Не решено, а уже что-то сделано, потому что в конце этого года осенью мы получили деньги на мост. Вот, сейчас закупаются материалы, и я думаю, что мы свяжем эту территорию. Всё-таки вот, возвращаясь к тем историям, которых, может быть, не все в курсе, но территория Жовского озера очень хорошо соединяется по этой бывшей железной дороге с Пристанской и с Нижней набережной. И то есть мы, получается, опять вот эта протяжённая классная зона. Ну, это планы будущего. А вот с этими выходными, помимо экскурсии, мы там пофоткаемся по пути, и затем я уже всех проведу к часу в прекрасное место, которое называется у нас... Как правильно? Арка Вятского Кремля. Ну, это на геолокации, как вот тут была Лена Кустова, историк, которая говорила, что всё-таки это арка архиерейского подворья. Ну, про это тоже будет сказано, но всё же мы будем рисовать самые классные смотровые точки на Трифонов монастырь в нашем городе. Вот, будет очень лёгкая атмосфера. Я думаю, что я там недалеко живая, вынесу чай. И у ребят с Томсорфеста тоже планируются какие-то активности. То есть мы там будем не одни рисовать. Ребята будут тоже что-то там полоть сорнячки, смотреть на свою прекрасную стену и тоже участвовать вместе с нами и рассказывать нам об этом месте. То есть как бы совместить приятное с полезным. Кто-то будет прибираться, кто захочет. Да, как обычно у нас всё это бывает. Кто-то будет творить. Никто не уйдёт просто так, отдыхая. Нужно немножко приложить усилий всё же. Отлично. А скажи, пожалуйста, кто может прийти на пленэр? Любой желающий, ребёнок, взрослый? Что нужно взять с собой или будут какие-то материалы предоставлены? Ограничения нет. Точно будет бумага. В принципе, к варелью поделиться я могу. Но кисточки лучше брать с собой. И желательно что-то подложить под... Ну, использовать как сидение. То есть это может быть складной какой-то стульчик. Либо какая-то дощечка или этот же туристический такой... Не знаю, как её правильно называть. Сидушка. Ну, что-то, на чём можно будет сидеть. А какие-то мольберты или на планшетах? Я думаю, что будем рисовать на планшетах, да. На планшетах. Я думаю, с ними я разберусь. Но тоже какое-то количество будет. В принципе, если уже заявки поступают от тех, кто рисует, просто им нужна компания. Я понимаю, как художник, что очень сложно сесть где-то вместе и рисовать. Потому что к тебе начинают либо подходить, ты стесняешься, тебе сложно показать свою работу. А здесь мы все вместе. И по большому счёту я жду здесь, наоборот, художников, которые просто мечтают побывать на планере. Давно закончили, например, художку. И стесняются как-то выходить в город. Потому что это затягивает на самом деле. Потом же, когда один сидишь, это прям очень здорово. К тебе подходят разные истории, выслушиваешь, вообще не рисуешь. Но в целом проводишь очень хорошо время. Ну здорово. А те, кто вообще никак, нет никакого опыта, им просто хочется посмотреть, может быть, поучиться у тебя. Ты можешь какой-то мастер-класс провести? Ну конечно, да. Я объясню основы, с чего мы начнём. Что это композиция, как мы здесь расположим наш прекрасный Успенский Трифонов монастырь. Может, порисуем. Там клевер начинает уже вовсю расти. Здорово. То есть это получается вот как раз у этой арки, вашей знаменитой, откуда самый лучший вид на Трифонов монастырь. То есть этот вид вы и будете запечатлевать. И нет никаких ограничений по технике. То есть может кто-то взять вообще с собой. Можно взять карандаши. Кто-то, может быть, возьмёт масло. Я вообще не исключаю. У нас тут недавно девочка в дворе рисовала, по-моему, то ли темперой, то ли гуашью. Потому что ограничивать никого не нужно. Я просто предлагаю хорошую компанию и хорошее место. А там уже как условно пойдёт. Супер. Так, у меня сразу вопросы. А что будет дальше с этими работами? Может быть, вы планируете выставку какую-нибудь сделать? Может быть, где-то их представить? Я думаю, что да. Мы, те, кто захочет, могут оставить свои работы. И мы их потом можем вернуть. Вот 5 июня у нас как раз планируется тоже большое мероприятие. Оно немножко дублирует то, что было у нас в прошлом году. Это мероприятие на набережной вместе с Александровским садом. Там у нас расположится несколько площадок. Там будет концерт, который будет длиться невероятное количество времени и группы, которые там будут участвовать. А давай подробно всё расскажем. Это будет парк Александровский и набережная с 12.00. Там семейная площадка у шахматного домика. Будет научная лужайка от Ица и Кирова. Семейный театр «Жар птица». Затем вот как раз концерт на ступенях. Это будет тоже в 12.00 и параллельно будет идти или позднее? Да, и это будет параллельно. То есть мы понимаем, что группы разные. Хочется гулять, да, очень там зафиксироваться на один момент вместе бы посложно. Особенно если с детьми. У Ицаи всегда классные игры. Туда можно прийти, интерактивно поучаствовать, отвлечься, снова сходить на концерт. То есть это будет такая очень активная зона и очень мобильная. То есть у шахматного домика у нас Ицаи стоят. Концерт на ступенях. Это вот такие ступени перед мостом самоубийц. Амфитеатр. Амфитеатр. И там будет как раз концерт от арт-комьюнити «Ветер». Вот Настя Печенкина, когда подойдет, она подробнее расскажет. И еще я смотрю, там будет ярмарка хендмейт на одной из аллей. Это что такое? Ну, получается, что ребята организовывали ярмарки, например, в Герцанке. То есть разные люди, которые делают что-то своими руками, разрисовывают там шопперы, делают гончарку. В общем, проявляя себя как-то творчески, все это можно будет приобрести. И работа ярмарки, она будет в этом же временном диапазоне, как и концерты. А где она будет? На одной из аллей. Это где-то, получается, тоже по близости. На аллее Александровского сада, я так поняла. То есть можно будет путешествовать. Да, можно будет путешествовать. Я думаю, что сложно заблудиться в Александровском саду. Там все дороги ведут или к Петру и Февроне, или к Ротоге. Отлично. Мы там все друг друга найдем. Здорово. Так, у нас еще один гость. Здравствуйте. Располагайтесь, пожалуйста. Я сейчас просто расскажу и представлю, что у нас сегодня будет Володя Ильичев, музыкант, участвующий в проектах «Самый спортивный пес», Боб Миднайт и группы «Господин, Милорд и Король». И Настя Печенкина, как организатор всей музыкальной, наверное, программы, пригласила к нам Володю, чтобы мы могли часть предстоящего фестиваля услышать сегодня уже в эфире, послушать Володю. Здравствуйте, Володя, во-первых. Добрый день. Я думаю, что в конце передачи, я думаю, что там будет... А просто у нас некоторые задерживаются участники, если несложно. Может быть, мы сейчас тогда попросим что-нибудь спеть, сделать такую музыкальную небольшую паузу. Да, давайте попробуем. Мне нужно немножко только послушать, как это все подозвучает. Да, конечно. Да, вот пока вы настраиваетесь, пока Володя у нас настраивается, мы еще про сегодняшний день тогда расскажем. Да, это Уткин парк, и там у нас... А что такое Уткин парк? Уткин парк — это пересечение улиц Романа Ердякова и улицы, получается, Московской. Там, где насчет этот рыженький Макси. А, поняла. С этой стороны ребята делают сквер тоже своими силами. Они убирали мусора очень много в том году, делали большой настил. У них огромный пирс, на котором как раз планируются вот эти две активности. В 18, я так понимаю, 30, там начнется мастер-класс по Бачате. И вот это слово, я уже, извиняюсь, вылетело у меня. Тоже танцевальный мастер-класс. И уже в 20.00 начнется концерт от группы Кудри. Да, с группой Кудри мы познакомились на прошлом эфире. Ребята приходили к нам, и Рома Веселков так нескромно. Ну да, мы порвали Кировскую сцену, заявил. Мы имели возможность познакомиться, конечно. А там действительно хочется ребятами гордиться, потому что помимо пирса, который огромный там есть, там появился арт-объект «Любовь». Белые такие буквы крупные. Прямо на пирсе? Не совсем на пирсе. Они больше как бы видны с улицы Московской. И в целом там уже прослеживается какой-то такой канва, как этот парк будет выглядеть к концу этого лета. То есть видно, что он в процессе. Как и любые наши скверы, они все всегда в процессе. А что там еще предполагается? Вот помимо арт-объекта, помимо вот... Там будут, получается, какие-то мафы, ну типа скамейки. То есть в любом случае там появятся площадки, где можно будет играть. По-моему, там даже у ребят тоже предположен вот этот настольный теннис где-то. Ух ты. По проекту по их. Вот. Я бы очень хотела туда, когда уже там будет столик. То есть получается, это не какое-то такое место для местных жителей, условно, которые там живут и вечером могут выйти, провести приятное время. Это уже какая-то такая точка притяжения, куда из любой точки города можно просто приехать и посмотреть в качестве такого небольшого туристического выхода, посмотреть, что там такое происходит. И вот как раз ваш фестиваль, он, по идее, и инициирует вот этот поход, чтобы привлечь внимание, узнать об этой точке и вообще побывать там. Ну да. И вообще у ребят такая хорошая амбиция. Я думаю, это всегда классно быть, когда что-то зарождается. То есть вот вначале мы сейчас поприсутствуем сегодня на концерте. Увидим пирс, как там всё сейчас устроено. И я думаю, что в течение сезона у ребят также точно в разных точках нашего города, в разных скверах фестиваль природы города будет продолжаться. То есть следите за анонсами. Это никуда не уйдёт. До 5 июня это не конец. И я думаю, будет как раз весело и задорно увидеть, что будет у нас с вами в сентябре и на каких площадках мы будем встречаться, как там будет что-то изменяться. Это круто. То есть ты помимо событий будешь получать вот это вот до-после. То есть в сентябре у вас планируется что-то такое итоговое, да, получается какая-то такая... То есть по ходу всего лета что-то будет где-то планироваться. Но думаю, что да, зафиналить обязательно нужно. Раз у нас там Роман Веселков говорит, что они порвали, пусть рвут до сентября и включительно в скверах. Да, желательно все скверы. Так, но сегодня у нас будет другая музыка. Сегодня у нас Володя Ильичёв. И простите, я никогда не слышала ваших песен, кроме того, что мне скинула Настя. Я послушала какие-то старые треки. Вот, и сегодня у нас премьера, можно сказать, в эфире на нашей радиостанции. И всех приглашаем познакомиться с творчеством Владимира. И, естественно, прийти потом на концерт. Немножечко расскажем ещё потом после вашей песни про этот концерт. Хорошо? Да, я немножко уточню просто по поводу проекта. Вот, то, чем я занимаюсь в последнее время, проект сольный, я использую технику, немножко техники фингерстайл. Ой, а что это такое? Ну, когда у тебя, когда ты играешь, скажем так, отдельные ноты в партии гитарной, вот. Немножко добавляешь перкуссии гитарной. То есть, ну, ты делаешь из гитары такой полноценный инструмент, то есть one-man band, да. Это можно бесконечно дополнять различными техниками, различными перкуссиями, ножными, ручными, разными губными гармошками, да. То есть, это вообще культура такого стрит-выступления. Вот, я относительно недавно как бы этим серьёзно начал заниматься, да. И, соответственно, я пою, то есть, сочиняю песни, они все практически с вокалом, и вот такие гитарные, вокальные и перкуссионные песни. А правильно ли я понимаю, что вот этот стрит, как вы сказали? Стрит, ну, стрит-выступление уличное. Уличные выступления, они, ну, ориентированы немного на то, что один человек, да, один какой-то музыкант, он может на нескольких каких-то инструментах, частях инструмента создать целый ансамбль такой, да? Делать бочку или какие-то другие. Здорово. Покажете нам сегодня что-нибудь такое? Ну, я что-то сыграю. Давайте я сыграю, но немножко попроще, чтобы не... Хорошо, хорошо. Давайте. Хорошо? Песня называется «Кореша и краши». Красная помада на моих губах. Красная помада на моих губах. Кореша и краши, отпустите и остыньте Между телом и душой. Между телом и душой. А за горизонтом ураган выносите тело на парад, нарядите глупо буду рад. Твой взгляд, мой взгляд, моя душа. Ты не я. Ты не я. Ты не я. Гореша и краши, отпустите и остыньте. Между телом и душой. 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 Сольная какая-то. В рамках фестиваля с другими участниками на сцене буду выступать. Ориентировочно по таймлайну в три часа. В три часа. Ого, это надолго получается. Если с 12 начнется, ты в три часа. Там не только я один буду выступать, там еще другие музыканты. Правильно, Ксюша? Все верно. Получается, что с 12 до 12.00 выступят 10 групп. И это вообще здорово. В семь начнется выступление последней группы. То есть это все до восьми вечера будет происходить. Ага. И то есть каждый концерт, условно, каждая какая-то часть. У кого-то полчаса, у кого-то по часу. То есть это целый час, получается, да? Будешь там выступать. Ну, я думаю, что в районе, может быть, 40 минут. Но у меня... Да, у меня... Ну, я вот принесу, конечно... Я сегодня тоже принес свой педалборд, усиление, да. Но у нас по техническим причинам не получилось все это подключить. Но я рассчитываю на большой хороший звук, на интересное такое интерактивное, развлекательное как бы выступление. Поэтому приходите обязательно, послушайте. Буду рад всех видеть. То есть, да, с 12 дня прямо до самого позднего вечера можно в любой момент подойти, когда вы там будете прогуливаться и послушать музыку. Давай вернемся к песне и расскажем бумерам, что такое краш. Может быть, не все поняли смысл. Краш, ну... Краш, ну, это сильная влюбленность. Твоя сильная любовь. Мне кажется, это такое слово-заменитель, которое, наоборот, от условно романтичности, влюбленности и любви пытается сделать, ну, какой-то эквивалент, замену к тому, что это может быть не так, как было раньше там в книжках, в литературе, а это что-то другое. Это влюбленность, но какого-то другого плана. Это какая-то такая заболевание, сумасшествие. Могу объяснить, могу объяснить, потому что, ну, я считаю, что для того, чтобы справиться с таким тяжелым вообще психологическим, ну, давлением к современным, я имею в виду просто современный мир, информационные потоки активные, как бы громкие города, шумные города, сложный темп ритма, а люди используют иронию, да? И, ну, молодые люди, я думаю, что очень ироничные, и как бы слово «краш», оно тоже такой ироничный оттенок имеет, который позволяет немножко как бы расслабиться и не напрягаться. Да, да, немножко читала, есть статья научная моей подруги Оксаны Мороз, как раз и следующий этот феномен такая. Если у кого-то будет возможность, почитайте статью Оксаны Мороз в сборнике «Сложные чувства». Полина Арансон вышла где-то, наверное, полгода назад, книжка, любопытно. Так, и к нам уже присоединилась, наконец-то, прибежавшая с экзамена Анастасия Печенкина. Здравствуйте, Анастасия. Да, здравствуйте. Зачет? Экзамен, госэкзамен. Сдан. А подожди, ты сдавала? Да, сдан. У-у-у, поздравляю. Молодец, отлично. Оценки еще не сказали? Нет, еще все впереди. Супер, ну я уверена, что будет пять. Мы поздравляем Настю. Давай мы представим все твои прекрасные идентичности. Сооснователь арт-комьюнити «Ветер», организатор фестиваля, музыкант и педагог. Педагог, который сдает экзамен. Прекрасно. Я думала, если честно, что ты принимаешь экзамен сначала, подумала. Супер. А мы немного уже поговорили про фестиваль. Ксения нам рассказала, и что-то уже более-менее понятно. Добавь, пожалуйста, какую-то информацию, вот именно связанную с музыкальной частью, или какая еще у тебя идентичность и функция в этом фестивале? Расскажи, может быть, что-то еще. Мне в основном сейчас пятый наш день, 5 июня, большой-большой музыкальный фестиваль. Вот о котором мы сейчас как раз с Володей говорили. И, конечно, там большая ярмарка тоже хендмейд-товаров сейчас активно пишут. Новые мастера. С каждым мероприятием все больше мастеров. Это очень важно. Вот. И мы расширяем аудиторию для этих мастеров. Это тоже круто. И также мастер-классы, хендмейд, разные ловцы снов, фенечки, журавлики, оригами. Вообще все, что захочется, все делаем, на пледиках сидим. Вам будет очень мило. Будем очень вас ждать всех. Арт-комьюнити Ветер, как всегда, я думаю, задаст классную атмосферу для праздника. И сегодня в Уткин-парке мы поем. Группа Кудри поет прямо на сцене. Ты споешь что-нибудь сегодня? Сегодня, думаю, да, если мы споем. Я думаю, что да. Я сейчас попрошу ее помощь. А думаю, что она мне поможет в одной песне. Она уже знает ее. Да? Да. Круто. Отлично. Я думаю, может, и вы тоже, в принципе, поддержите. Я могу только так, у-у-у, делать, что-нибудь вот такое. Ксюш, ты как? Могу хлопать. И поддержать. Ну что, готовы? Ты отдышалась немножко? Сможете прямо сейчас? Сейчас? Хотите сейчас? Да. Это навсегда. Эта песня называется... Пять минут как раз у нас до рекламы. Отлично, да. Да, эта песня называется навсегда, как раз она на пять минут. Супер. Тебя по глазам, широким зрачкам, Меня по подошвам разбитым губам. Еще один шрам, разрушенный храм, Кладу под язык и меня по рукам. Мы оставляем открытыми двери навсегда. Мы забываем московское время навсегда. Я закричал в телефонную труппу, Это навсегда. Ты уходишь в разнос, На шея засос. Ты целуешь всерьез, Но я не верю тебе. По разным местам, Другим городам, Для новой любви, Но по старым счетам. Мы оставляем открытыми двери навсегда. Мы забываем московское время навсегда. Я закричал в телефонную труппу, Это навсегда. Я закричал в телефонную труппу, Это навсегда. Мы оставляем открытыми двери навсегда. Мы забываем московское время навсегда. Я закричал в телефонную труппу, Это навсегда. Юху! Круто! Спасибо большое! А вы будете вместе на этом фестивале петь? Или это у вас просто такая, Между собой возниклаешь? Эта песня специально сочинена, Просто чтобы ее все могли петь. Ага, то есть это ваша такая, Внутренняя, Такой гимн. Позыв такой, да. Ну просто, да. Чтобы просто закричать, Можно было в открытое просто небо навсегда. Да, что-то случилось, От чего-то я отделался и все. Супер, подозреваю, Она будет такой финальной, завершающей, яркой точкой. Да, это вот что-то, Замыкая круг, вот что-то такое. Круто, здорово. Ну, то есть, дорогие радиослушатели, Если завтра вы будете в Александровском парке, Вот, все это замечательно. Воскресенье. А, воскресенье. Ну, у вас столько мероприятий. Ну, вы завтра тоже приходите прогуляться, А в воскресенье приходите на фестиваль, Послушать классные кировские авиатские группы, Которые вы не слышали еще. Хорошо. Ну, мы сейчас уйдем на рекламу, После чего озвучим список призов, И я попрошу вас с нашими дорогими радиослушателями Пообщаться и позадавать им вопросы. Уходим на рекламу. Культпоход. С вами снова программа Культпоход. И сейчас мы переходим к розыгрышу С нашими дорогими Ксения Лугиновой, Анастасия Печенкина и Володя Ильичева. Мы сейчас будем задавать вам вопросы. А призы у нас следующие. Я сейчас очень быстренько пробегусь по списку. Как всегда у нас есть книги и билеты в кино. У нас есть пригласительные в кинотеатры Дружба на любой фильм и сеанс. Также пригласительные в театры Нас с Паской на спектакль Беременские музыканты. 15 июня в 14.00 ограничение 6+. Кроме того, у нас есть пригласительные вятскую филармонию на концерт «Моя мелодия», посвященный 80-летию Муслима Магомаева. Это 30 июня в 18 часов. У нас еще есть, конечно же, книги от магазина «Читай город». Мария Аполейко. «Пьеси байки». Через «ё» такое интересное название. «Все, что сказала бы ваша собака, умей она говорить». Трогательные и смешные иллюстрации «Истории польской художницы». Руководство для всех, кто связал свою судьбу с собаками. 12+. Татьяна Млынчик. «Ловля молнии на живца». Удивительная история про девушку, обладающую суперсилой электричества. 18+. Кристофер Уильям Гортнер. Великая актриса. Роман о Саре Бернар. Увлекательное и яркое повествование о сложном и блистательном пути актрисы, рассказанной ею самой. 16+. Лин Рина. Вселенная. Анимарт Крамп. Лондонские хроники. Романтическое дополнение к хроникам Анимарт Крамп. Я не знаю, что это такое, но наверняка есть какие-то любители и фанаты и понимают, о чем идет речь. Вы знаете, что это такое? Любовь, любовь, любовь и ожидание свадьбы. О, Господи. Ограничение по возрасту 16+. Галерея Прогресса. У нас есть пригласительные на фото выставки улицы Лангража и Александр Роченко. Вот сегодня открываются две эти чудесные выставки. Те, кто слушал дневной разворот программы нашу, могли услышать, как Дима Шляев рассказывал про эти выставки. Ограничение 0+. Вот сколько у нас сегодня, какое большое количество книг и пригласительных. И давайте, дорогие слушатели, 201-101, звоните, отвечайте на вопросы наших гостей. Кто первый вопрос задаст? Ну, я задам. Давайте, Настя. Про фестивали. Самый популярный фестиваль в России. Возможно, будет несколько вариантов, но если вдруг наша задача погуглить в интернете, быстренько успеть, то можно найти очень классный фестиваль. Он связан с праздником зимним. Праздником чего? Зимним праздником. Ага. Давай мы немножечко, может быть, сузим. Может быть, это музыкальный или какой-то природный, или какой-то просто арт-фестиваль. Он арт-фестиваль. Интересно. Такая немножко оценочная. Самый, как ты сказала? Популярный. Самый популярный. Для кого-то может быть один. Отталкиваясь от количества людей, которые приходят туда. А, ого. Это Москва. Угу. То есть самый массовый даже, можно сказать. Да? Можно так. Хорошо. 211 и 101, дорогие радиослушатели, если у вас есть какие-то предположения по тому, какой это фестиваль, если вообще как-то связаны с фестивальным движением, а может быть, посещаете или, наоборот, участвуете, организуете, как Настя, то наверняка должны догадаться, наверняка должны знать, что это за фестиваль. Ждем звонок. Ждем. 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 А пока напоминаем вам, что все мероприятия, о которых мы говорили, вход на них свободный и нет никаких возрастных ограничений. Итак, у нас есть звонок. Алло. Здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Наталья. Наталья. Хочу попробовать ответить, конечно, не уверена. Может быть, брушевский фестиваль. Настя? Нет. Еще одна попытка. Настя сделала небольшие подсказки. Он связан с зимой. Я ведь на улице зимой. Он связан с зимой, да. Этот фестиваль самый массовый. Он проходит в Москве. Давай еще какую-нибудь подсказочку. Праздник. Рождество. Он связан с Рождеством. Рождество, да. Может быть, какой-нибудь фестиваль. Ну, вы правы. Слово Рождество есть в названии, но там еще одно есть слово. Рождество. Подумайте, подумайте, подумайте. Может, Рождество сейчас все российский фестиваль? Нет, это слишком просто. Немножечко еще поглубже. Даже не знаю, все российский фестиваль. Я никогда не знаю. Ну что ж, ладно. Настя у нас сегодня строга, к сожалению. Она настаивает принципиально на правильном названии этого фестиваля. Но мы уже достаточно много подсказок дали, и я думаю, что следующий слушатель, который либо знает, либо слышал, либо очень быстро гуглит, назовет наконец этот фестиваль. А почему ты вопрос, связанный с ним, задала? Тебе как-то дорог этот фестиваль? Нет, я просто люблю фестивали, сама организовываю, поняла, что хочу, чтобы люди знали, что за классный фестиваль. Я сама его немножечко поглядела, изучила, и хочу съездить как-нибудь. Здорово. Ну что ж, у нас есть еще один звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Светлана. Светлана. Ваш ответ? Может быть, это путешествие в Рождество? Да. Да, да, да. Совершенно верно. Мы вас поздравляем. Это правильный ответ. Здорово. Какой приз вы хотели бы? Филармония. А, филармонию. Здорово. А у нас, значит, пригласительный уходит вам. Скажите нашему продюсеру свой телефон. Да, благодарю. И он будет ваш. Спасибо вам. Всего доброго. Так, следующий вопрос. Ксения. У меня вопрос будет опять кровический, исторический. Вопрос будет следующим. У нас на Престанской находится порт Булучёва. Здание осталось. Оно историческое, дореволюционное, очень красивое. И вот нужно будет назвать, что в этом здании было такого современного, что в других домах не было. Вот было в Булучёвском доме и было это там. И что же это было? Ну, в принципе, догадаться можно. Может быть, как-то немножко подскажем, это что-то архитектурное? Не архитектурное, это что-то бытовое. Ага, то есть это что-то, что можно было на практике использовать, а в других не было, да? Да, в других домах в городе пока такого не было. Но это было у него на работе и у него дома. Боже, у меня такой разброс предположений. Там, я не знаю, ванная какая-то, лифт или ещё что-нибудь. Хорошо, дорогие слушатели, если вы краеведы, если вы уже, может быть, бывали на экскурсиях у Ксении, или если вы тоже как-то это быстро сумеете загуглить, то звоните по телефону 211-101. Мне самой ужасно любопытно услышать ответ. Я не знаю, если честно. Вы знаете, ребята? Вот, все идём на экскурсию к Ксюше. Завтра. Завтра? Завтра же, да, экскурсия? Да, завтра экскурсия. И у нас уже есть звонок. Алло, добрый день. Добрый. Как вас зовут? Представься, пожалуйста. Андрей. Андрей, ваш ответ. Ну, может быть, это первый телефон? Да, это всё верно. То есть было очень удобно купцу звонить в свой дом и узнавать из дома, наоборот, что у него происходит на работе. Это ответ правильный. Отлично. Я вот даже не догадалась. Я почему-то подумала про какие-то такие более бытовые, наверное, вещи. Отлично. Это правильный ответ. Какой приз вы хотите? Книжку по Сару Бернар. Если памятная. Да, да, да. Это хорошая книжка. Я с удовольствием вам её вручу. Значит, призоваем. Поздравляем вас. Спасибо за ответ. Всего доброго. Так, третий вопрос. Итак, я хотел бы задать вопрос. Есть существует такой гитарист, жил такой гитарист Джанго Рейхард, который является основателем, скажем так, отцом такого направления, как джипси джаз. Однажды в жизни случилось событие, которое кардинально изменило его технику, но тем не менее он продолжил играть на гитаре. То есть это событие как бы трагическое. Он продолжил играть на гитаре. И эта вот особенность, которая у него появилась, она создала особенный его стиль. Так вот, что же с ним случилось, что с ним произошло с его телом, что он стал основателем своего стиля? Это вот джипси джаз, это и есть этот стиль, да? Да, но он вообще сам цыган по своей национальности. И он, скажем так, дал импульс для его развития. Это ещё случилось в 20-х годах. И потом он стал популярен или он как-то стал развиваться? Ну, он, конечно, был популярен. Он тогда выступал, я думаю, во Франции. Я, насколько помню, в клубах каких-то, ну, в таких масштабах, да. Ну, и потом, конечно, уже со временем вся эта история, она... Он, во-первых, повлиял на многих, да? И со временем эта история, конечно, стала легендой такой вот. И Джанго Рейхард — это такая легенда гитарного мира. Интересно. Не знала про такое. Ну что ж, сейчас у меня тут куча образований дополнительных появится во время наших викторий. Историческое, фестивальное, музыкальное. Звоните, дорогие радиослушатели. Что случилось с Джанго Рейхардом? Что случилось с Джанго Рейхардом? Хорошо. Сейчас узнаем. Пока у нас нет звонка, пока все думают и гуглят, что же это такое. Может быть, мы еще успеем или не успеем? Успеем, наверное, да, у Насти спросить, какие еще вот события уже успели пройти в рамках фестиваля. Поделись впечатлениями. Я слышала. Ах, есть уже звонок. Ну ладно, потом еще с Настей поговорим. Алло, добрый день. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Олег. Очень приятно. Предположу, что он стал играть одной рукой. Нет, Олег, к сожалению, не совсем это верно. Это неправильный ответ. Ну, это, да, близко к правде. Я могу вам подсказку сдать. Вот у Томми Айоми, у гитариста группы Black Sabbath, такая известная, популярная группа в 70-х годах, случилось что-то похожее. Вторая попытка. Подумайте, что же еще такое может произойти с музыкантом, что изменит его технику исполнительства и потом породит новое течение? Или, может, что-то с пальцами? Да, вот это правильно. Но что случилось с его пальцами? Ну, скорее всего, лишился каких-то пальцев. Да, так и есть. Он лишился нескольких фаланг пальцев, и два пальца у него навсегда вместе срослись. Но это не помешало ему продолжить играть, выступать. Это изменило его технику. Да, да, да. И он стал сжимать гриф. Да, и сверху, и большую активность, используя большой палец. Да, совершенно верно. Спасибо. Ничего себе. Ну, вы большой молодец. Вспомнили или догадались. Мы вас поздравляем. Какой приз вы хотели бы? Если можно, книжку, но не помню, что осталось. Так, у нас очень быстро есть Мария Аполейко, Пёси Пайки, Татьяна Млынчик, Ловля молнии наживца, Лин Рин, Вселенная Анимал Крамп, Лондонские хроники. Вот, из этих книжечек выбирайте какую. Вот второе, что вы назвали. Ловля молнии наживца, да? Угу, да. Все, она ваша. Поздравляем вас. Спасибо за звонок. Спасибо. Всего доброго, до свидания. Так, и у нас еще есть время задать еще, может быть, какие-то вопросы. У нас целых две с половиной минуты. Нет желания позадавать вопросы больше? Или поиграем, попоем? Ну, можно. Давайте я успею, может быть, сыграть кое-что одну свою песню. Хорошо, хорошо. Песня, песня. Песня называется «А мне на юг». Супер. Нам-песня, песня «А мне на юге» Песня, песня «А мне на юг» Мы только точки на горизонте Скоро нас разгонит ветер Такие разные на берег И только нас Подальше в синий океан Где солнце сядет между нами Тебе на запад А мне на юг А мне на юг Вокруг земли Обгонишь вдруг На целый круг А мне на юг Вокруг земли Обгонишь вдруг На целый круг А мне на юг Вокруг земли Спасибо, отлично Так, это был Володя Ильичев И его песни и песни других исполнителей Вы сможете услышать в Александровском парке А также сегодня в Уткин парке Группа Кудри, которая была у нас в прошлый раз У нас еще есть время, дорогой мой звук оператора Вадим? Или мы уже уходим? Еще у нас полминутки Ну, значит, напоминаем вам, что сегодня, завтра и послезавтра То есть 3, 4 и 5 июня Активнейшая программа проходит фестиваль природы в городе И в любой день вы можете сходить, послушать музыку Пообщаться, погулять И недаром называется фестиваль природы в городе То есть там есть определенная связь с какими-то природными ландшафтами То есть это, если у вас нет возможности выходные выбраться там за город на даче То, пожалуйста Все, спасибо вам огромное, друзья Вы чудесные Продолжайте, пожалуйста, творить Приходить к нам и рассказывать о ваших замечательных активностях Спасибо большое Спасибо вам До свидания До свидания Культпоход Культпоход Культпоход